Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Номер 80. Делаем запись в аудио, в видео Нового Завета с толкованием блаженного феофилакты и комментариями. Считает Колесников Никита Андреевич. Послание к Колоссянам, 3 глава, 16 стих. Слово Христово, да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями. Во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Толкование блаженного феофилакта показывает путь, каким мы можем быть благодарны. Ибо если вселится в нас Слово Христово, то есть Его учения, догматы, убеждения, которыми Он учил нас презирать настоящую жизнь и здешние блага, то мы не уступим никаким затруднениям. Напротив, мужественно перенося все, будем благодарны за все, что бы ни случилось с нами. Не просто сказал, да будет в вас, но да вселяется обильно. Если мы будем богаты в познании Писаний, то равнодушно перенесем все несчастья, подобно тому, как и богач может перенести потерю в деньгах. Со всякой премудростью, то есть во всякой добродетели. Мудростью называют добродетель, подобно как грех Давид называют безумием. Сказал безумец в сердце своем. Псалом 13.1 И смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Псалом 37.6 Так как чтение требует труда и скоро утомляет, то в руководство Он указал им не на повествование, а на псалмы, для того, чтобы вместе с пением увеселять душу и не замечать трудов. Вслед за псалмами Он поставил песни, как нечто более совершенное. Петь псалмы – дело человеческое, петь же песни – ангельское, во благодати воспевая, вместо выражения с радостью и наслаждением духовным. Ибо как человеческие песни имеют целью доставить наслаждение, хотя и не духовное, так божественное доставит наслаждение духовное. Или, чтобы от духовного дара получить то, что они поют, не просто устами, но в сердцах, то есть со вниманием. Ибо это значит петь Богу, тогда как то петь на воздух. Иначе в сердцах не на показ. Будь ты хоть на торговой площади, можешь петь про себя, не будучи никем слышим. Комментарий Игнатия Лапкина. Беды, которые брушились на Россию в 20-м столетии, были бы перенесены несравненно легче, если бы люди верили во Христа по Евангелию. Но пришла буря, и править кораблем оказалось некому. И после кораблекрушения люди не знали, куда плыть, на чем спасаться. Подобное потрясение может повториться и очень скоро. А людей, похоже, пастыри, и не думают готовить, чтобы они учились спасаться по Евангелию. Всюду распространяя живую проповедь о воскрешенном Спасителе. Кавычки открыты. «Слушай Евангелие, говорящие тебе, и святых отцов, объясняющих Евангелие, слушай их внимательно, и мало-помалу вселится в тебя живая вера». Человеке от жительства по Евангелию является как бы естественно заповеданное Евангелием покаяние. Что значит последовать Христу? Значит, изучать Евангелие, иметь Евангелие единственным руководителем деятельности ума, деятельности сердца, деятельности тела. Святое Евангелие можно уподобить зеркалу. Каждый из нас, если захочет, увидит в нем состояние души своей и то всемогущее исцеление, которое предлагается всемогущим врачом Богом, святитель Игнатий Брянчанина. Ну какое толкование? Я просто здесь взял кавышки и занимался. Игнатий Брянчанинова знаете ли вы? Да у меня в книгах-то сколько его там перенесено? Игнатия Брянчанинова, шесть его там не толстые, томики такие, да. Колоссянам 3.17 «И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Толкование. Ешь ли, пьешь ли, отправляешься ли в путь, все делай во имя Божие, то есть Его призывая на помощь. К Нему прежде всего обращайся с молитвами и таким образом принимайся за дела. Имя Божие прогоняет демонов. Не облегчит ли и твои труды? Или вот что говорит, призывайте Господа Иисуса, а не вводите ангелов. Если призываем Сына, через Него призываем и Отца. Если благодаришь Сына, через Него благодаришь и Отца. Или «Как нас самих Сын привел к Отцу, так и Вашу благодарность приносит к Отцу, будучи посредником для нас во всех благах». Колоссянам 3.18 «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично, Господи!» Почему Павел повелевает это не во всех посланиях, а в этом и еще в посланиях к Ефесянам, к Тимофею и к Титу? Вероятно, потому, что в этих городах были разногласия такого рода, или потому, что церковь здесь была тверда, и все проще было хорошо, а об этом спорили. В посланиях к другим церквам, нуждающимся в раскрытии более высоких догматов, необходимо было писать об этих догматах, этих же наставлений, не было нужды касаться. Послание к Колоссянам в этом отношении весьма сходно с посланием к Ефесянам, что значит «Господи!» Это поставлено вместо «повинуйтесь ради Господа», ибо я требую ни одного только подчинения по природе, последнее ясное из слов, как прилично, то есть, как и следует, «но преимущественно ради Бога». Колоссянам 3.19 «Мужья, любите своих жен, и не будьте к ним в суровые толкования. Смотри, как он внушает в свойственное каждому полу. Жена – подчинение, мужьям – любовь. Ибо любовь не так требуется от подчиненного к начальнику, как со стороны начальника к подчиненному. Жена вследствие того, что ее любят, и сама взаимно отплачивает любовью. Когда же она подчиняется мужу, этим воздает ему должное. Но так, как случается, что и при любви человек огорчается, вражда же с любимыми лицами особенно бывает горька. Поэтому он и говорит «не будьте к ним суровы», ибо в действительности от великого огорчения происходит то, что иной восстает против своего члена. Колоссянам 3.20 «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу». Толкование. Опять говорит «Господу». Апостол желает, чтобы мы делали это не по одной природе, но и потому, что так угодно Богу, чтобы награду мы получили, как делающие для Бога. Обращая речь к детям, благочестивых родителей, сказал «во всем». Так как отцам нечестивым не во всем должно повиноваться, не должно их слушаться, когда они насильно начнут влечь свое нечестие. Колоссянам 3.21 «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». Толкование. То есть не все, что они делают, преследуйте с горечью. Иной надо пропускать без внимания, чтобы не сделать их противоречивыми и не подтвергнуть их унынию. Смотри, какая мудрость, как преклоняет он сердце родителей и как влечет утробы их. Говоря, дабы они не унывали, ибо вся забота у отцов о том, чтобы дети не унывали. Колоссянам 3.22 «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти. Не в глазах только служаем, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога». Толкование. «Тотчас приводит и законное основание послушания. Именно имя раба. Но чтобы не опечалить их, прибавляет господам вашим по плоти. Ибо лучшее твое говорит. Душа свободна. Рабство же временно. Поэтому лучше подчини и свою душу, чтобы рабство было добровольное. Сделай говорить так, чтобы рабство по требованию закона было рабством из страха пред Господом Христом. Ибо когда ты верно исполняешь свои обязанности, без надзора Господина, ясно, что исполняешь предощами Божиими. «Если же ты исполняешь только в присутствии Господина, тогда ты человекоугодник. И будучи таким, ты повредишь самому себе. Ибо рассыплет Бог кости человекоугодников». Псалом 52.6 «Бояться Бога значит не делать ничего худого и тогда, когда нас никто не видит». Простота сердца в том и состоит, чтобы не смотреть на людей. «Следовательно, человекоугодник поступает не в простоте сердца». Колоссянам 3.23 «И все, что делаете, делаете от души, как для Господа, а не для человека». Толкование «Желай, чтобы они были свободны не только от притворства, но и беспечности. Или лучше вместо рабов делает их свободными, если они не имеют нужды в надзоре со стороны Господ». «Выражение от души значит делать с благорасположением, не с рабской необходимостью, а свободно и добровольно». Колоссянам 3.24 «Зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Толкование «Господа не часто делают рабов наследниками, хотя бы безмерно хорошо служили им. Но Господь несомненно даст вам воздаяние наследия на небесах, если будете хранить благорасположение Господа, ибо Он установил этот порядок и подчинение. А что вы работаете Христу, ясно из того, что Он наш мздовоздаятель». Колоссянам 3.25 «А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия». Толкование «Раб, несправедливо поступающий в отношении к господину своему, или тем, что нерадиво работает, или тем, что расхищает господское добро, получит от Бога наказание. Ибо нелицеприятен Бог, чтобы помиловать раба, как слабейшую часть, когда и в законе Он повелел не делать неправды на суде». Левитам 19.15 «Или так, раб-христианин, не оправдывающий господина Эллина, пусть не думает, что избежит осуждения, ибо нелицеприятен Христос, чтобы грех Его против господина Эллина оставить Ему потому только, что Он христианин». Впрочем, хотя, как кажется, к рабам, говорит апостол, что нет лицеприятия у Бога, ну, господа должны принимать эти слова как очень подходящие к ним. «Вот интересно, если бы люди действительно это понимали, что вот какие теперь делаются рабы, рабовладельческий строй был, что они надо прятать, что они не шушукаются, что они не поднимут восстание, не изберут Спартака, то тут только бы помочь надо, но тут накладывается это учение на рабовладельцев. Вот чем. И так коммунисты. Сделать революцию надо, чтобы люди были бессовестные, хапуги, хватали, грабь награбленная, как этот лысый пигмей говорил. Но когда пришли к власти дальше, то как с этим народом управлять? А надо было сразу повернуть к Богу, если бы они были умны, умели управлять. Политиканы. Поехали. Колоссянам 4.1 Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах. Толкование. Что значит должное? Значит вознаграждать их за труды, доставлять все в изобилии и не допускать, чтобы они нуждались в посторонней помощи. Не следует тебе после того, как слышал, что они имеют награду от Бога, лишать их своей стороны того, что они должны иметь от тебя. Мы так во время перестройки. Перестали платить пенсию. Выпускает завод что-то. Ничего нет. Кабельный завод у нас. У меня двое ребятишек в лагере были. Ему рассчитывается нечем. Он говорит, кабель привезу, но вези. Было такое, работает старик уже, а выпускает шинный завод здесь. Шинами. Ну нет, идет с работы колесо катит. Куда его? Теперь выходит на тракт и голосует, купите колесо. Вот почему это не устоит. Если бы были верующие, разве стали так? Учительница. Кормить нечем. Детей повесилось. Считаешь, сколько застрелилось людей. Погибло. Около 20 миллионов потеряли только на этом. Кто убежал за границу, то что. Вперед. Как они вас, так и вы имеете Господа. Итак, какую меру мерите вашим рабам, такую и вам будут мерить от Господа вашего. Матфея 7.2. Или знайте, что вместе с ними и вы имеете Господа, так что должны относиться к ним, как к сарабам. Апостол таким образом делает здесь рабство общим. Колоссянам 4.2. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Толкование. Знай, дьявол, сколь велика есть благо молитва, и всячески покушается сделать, чтобы мы от нее отскакивали. Почему, говорит Павел, будьте постоянны? Присидите ей, корпите над ней. Поскольку же при сидящей молитве часто подвергается нападению со стороны лености и расслабления, то прибавил, бодрствуя, то есть трезвясь, всегда напряженными пребывая в деле молитвы. Простое дело, тебе кратно в день прославляю тебя Господи. Вот я, в каком соберете, ты делаешь, знаешь это, знаешь, мало-мало кто это выполняет. Я не говорю, кто на работе. Мы даже на работе и то старались молиться. А это дома, пенсионеры. Спрашивают, делаешь это? Нет, а почему? Не может ничего ответить. То есть, что в юности не посеял, в старости трудно пожинать. Трудно. А когда ты верующий, у тебя знаешь, что прошло полтора часа, или сейчас тебе надо на молитву встать, а молитва это три святоя у нас, и сто поклонов. Это семь минут. Семь, даже шесть минут. Помолился, у тебя настрой другой. Ты отвлекся от своих бед, от непорядков каких есть, от болящих своих. Остальное время начинай работать, находи себе что-то, писать. Тем более, сейчас интернет показывает, бабка сидит, работает. Поехали. Но и в благодарении, то есть с благодарением, творить ее учит. Ибо та молитва и бывает истиной, которая содержит благодарение за все благодеяния, ведомые нам и неведомые, и за то, что приносило нам радость, и за то, что сопровождалось скорбью, о всех вообще благодеяниях. Колоссянам 4.3 Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я и в узах. Толкование. Смотри, какое смирение. Даже сам Павел нуждается в их молитвах. Колоссянам 4.4 Дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. Толкование. То есть, чтобы дал мне свободу, не для того, чтобы я был свободен от уз, а для того, чтобы я сказал тайну Христову, как мне должно сказать. То есть, без притворства и уверток. Интересно, какие слова уверток. Это говорит не где-то там на улице кто-то кому-то, а это написано. Он говорил перед пастрой, и переводчики именно так и перевели. Очень интересно. Здесь министр внутренних дел, тогда было, вот недавно даже, года два назад, уволить и всех с излишним весом и пузатых. Слово пузатые в приказе министра внутренних дел, милиционеров. Они пузатые ходят, они ничего не делают. Ему-то надо быть бодрым, схватить преступника, там прочее. Они ничего не делают. Почему? Потому что они с преступниками вместе. Что надо жить крышевать? С наркотиками борются, а с табаком не борются. Это более легкий наркотик. И тут же сам курит. Сыгана доловить. Сыгана ему, как говорится, дали взятку-то. И он успокоился. Теперь я как будто не вижу. И знает, что они тут торгуют, что сразу умирают пачками люди. Неважно. Ему дали деньги. Ну, вот безбожие плоды. Идите в мавзолей, поклонитесь. Поблагодарите, кто учил вас, что Бога-то нет-то. Никак не могут захоронить того, кто сделал наивысшее зло с насчет создания мира. Никакой Гитлер с ними даже близко не сравняется. Каким же образом, будучи связан, он умоляет и просит других избавить его от того, что уже имеет. Этим он выражает не только свое смирение, но и показывает силу братской молитвы. И он имел нужду в помощи свыше, которую в большей мере могла ему доставить молитва братья. Этим же словом хотел он ввести их в труд молитвенный. Ибо если о нем нужна молитва, тем более о них самих. Комментарий Игнатия Лапкина. Сотворил человека по образу и подобию своему, Бог дал человеку поистине самый опасный, но и самый ценный дар – свободу. Я недавно выставил проповеди, взял, зарядил. Сколько проповедей я говорил на тему свободы. Ни одну, ни две. Сегодня даже покажу. Бог. Так. Сотворенный Богом человек как бы уже в день творения получил наказ сделать свой выбор. Бог предложил человеку избрать лучшее, побуждать его к этому. Сирахов 16.16 Он предложит, Он предложил тебе огонь и воду. На что хочешь, порастрешь руку твою. Жизнь коротка, как одно мгновение, каких-то 70 лет. И человек ежеминутно должен помнить об этом выборе, чтобы развить себя как личность в сторону добра. Бог в каждого человека вложил в совесть. Есть изречение о том, что такое совесть, что это тот участок души, через который слышится голос Божий. Поэтому, чтобы не искорежить, не сжечь совесть, человек должен думать, говорить и делать все прямо, открыто и честно, и никогда-никогда не лгать, даже в малом, даже в виде шутки. В проповеди, а тем более в проповеди об уничижении Христа, о том, что мир почитает безумием, нужно всегда говорить все открыто, как должно сказать, то есть без притворства и у верток. Самое большое притворство и у вертки у тех, кто считается учителем, пастырем, и призван учить и пасти каждый день, но совершенно не учит. Почему не учит? Если сказать без притворства и у верток, то нужно было бы прямо сказать, что мы ленивые, утробные, животолюбивые, не любим Бога и не любим паству, а значит, мы совсем не добрые, а злые, и только ищем самооправдание в своем бездействии. На суде Божьем мы все будем отвечать и за себя, и за тех, кто по нашей вине погибнет, признав себя виновными в том, что мы не проповедуем о Христе и не показываем своей жизнью, что мы истинные Христовы ученики. Мы должны сказать без притворства и у верток, что мы не друзья Христовы и не любим Его Слово. И тогда станет ясно, кто мы, если не Его друзья. А значит, и молитвы Отче наш и Царю Небесный нам будут в осуждение, как зарывшим свой талант, как сделавшимся глухим и не слышащим голоса Божия. И сказать это с истинным раскаянием и слезами, без притворства и у верток. Иоанн Златоуст грозно преподупреждает нас подлинно. Никакой подвиг не может быть великим, если он не приносит пользы другим. Полезное для себя ты найдешь тогда, когда будешь искать пользы ближнего. Если ты не имеешь ревности пищейся, братья, то помни, что иначе ты спастись не можешь и позаботься о нем и о делах его, по крайней мере, для себя. Невозможно спастись иначе. Если ты упражняешься даже высшим любомудрией, но не заботишься о других погибающих, то не будешь иметь никакого дерзновения пред Богом. КОЛОССЯНОМ 4.5 Со внешним обходитесь благоразумно, пользуясь временем толкования. Что сказал Господь? Вот, я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Евангелие от Матфея 10.16 Это же говорит и теперь он. Будьте осторожны и не подавайте чужим никакого повода против вас, если они не причиняют вам никакого вреда, и не оскорбляйте их безвременно, ибо таковые вне суть, то есть ни свои нам, ни одного с нами двора, хотя в том же с нами мире живут, однако вне суть, как сущие далеко и от церкви, и от царствия Божия. Поэтому благоразумно следует обращаться с ними. Что касается своих ближних, то в обращении с ними не требуется такой осторожности. Поощряет их и тем, что эллинов называют внешними, пользуясь временем. Это он сказал, не того желая, чтобы мы были переменчивы и лицемерны, но что время не наше, а их. А можете вы сделать его своим, если будете обходиться с ними благоразумно, не будете заводить неуместных ссор, напротив, будете воздавать и подобающую честь, когда это не вредит вашей душе. Послушай его слова, сказанные как гриппи. Почитай себя счастливым, что сегодня могу защищаться пред тобою. Деяние 26.2 Таким образом мы и чужих сделаем своими кротостью, привлекая их проповеди. Колоссянам 4.6 Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому толкованию. Да будет говорить слово ваше приятно, однако да не впадает оно в неразборчивость и необузданность, но да будет и сдержано, ибо это означает соль. Да не будет оно сверх меры весело, ни сверх меры сурово. Как пища, если не посолено, бывает неприятно, а если припере солено, то и в рот ее нельзя взять. И в том и другом случае несъедобно, так и слово. Не помнишь ли, как Даниил врачевал словом человека нечестивого? Не видишь ли, как и три отрока показывая такое мужество и дерзновение не произнесли ни одного слова жестокого и оскорбительного? Ибо дерзость слове не признак смелости, а признак тщеславия. Иначе богатому, иначе бедному. У того душа, как немощная, имеет нужду в большем снисхождении, а у бедного она крепче, потому может снести. Если отнесешься к нему несколько суровее, когда нет никакой необходимости, не зови элина нечистым и не укоря его. Если будешь приведен предначальственное лицо, воздай ему должную честь. «Когда же спросят тебя о верованиях элинских, не боясь говори, что они нечисты и нечестивы». Так Павел в Афинах беседует благосклонно в Деянии 16.22 о язычестве, выставляя, что есть доброго в нем. Между тем Элину прямо укорил, потому что он стоил того. Деяние 13.10 Колоссян 4.7 «А мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе». И это свидетельствует о мудрости Павла. Он помещает в своих посланиях не все, но только то, что необходимо и в чем настоятельная нужда. И это потому, во-первых, что не хотел слишком распространять их, во-вторых, чтобы и отходившему с посланием было что рассказать, в-третьих, показывает, как сам он расположен к нему, потому что в противном случае не сделал бы ему такого доверия. Наконец, было что-нибудь такое, чего не нужно было объявлять письменно. Если возлюбленный, то он знал все, если он верен, то ни в чем не будет лгать, если сотрудник, то участвовал в искушениях». Колоссянам 4.8 «Которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваших». Толкование. Здесь апостол показывает свою любовь к ним. Если и в самом деле для того послал его, чтобы узнать об их делах, а не для того, чтобы известить их о своих. Кроме того, и для того, чтобы утешить их, он указывает также и на то, что они находятся в искушениях и нуждаются в утешении». Колоссянам 4.9 «С Анисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас, они расскажут вам о всем здешнем толковании. Анисим это раб Филимона. Какой чести и какого уважения он достиг, так что братом Павла называется. И Павел не стыдится называть себя братом раба. Далее в похвалу города их прибавляет который от вас, чтобы и они считали себе за честь, что представили такого человека. Они расскажут, то есть об узах моих и о всем прочем, выдерживающем меня здесь. Если бы не это было, я прибыл к вам сам». Колоссянам 4.10 «Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною». И Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его. Полкование. Это тот Аристарх, который отведен был вместе с ним из Иерусалима. Павел сказал более, чем пророки, потому что они называли себя странниками и пришельцами, а он называет себя даже пленником, ибо действительно его так же как пленника гнали и влачили, даже хуже, потому что взявшие в плен заботятся о пленниках, как о своей собственности. Его же как врага и неприятеля все гнали и преследовали, а для них, то есть его слушателей, это должно быть служить утешением, ибо и учитель их находится в подобных же обстоятельствах. И Марка он хвалит за родство, так как Варнава был великий муж. По всей вероятности относительно Варнавы они получили поручение, чтобы принять его с честью. Но можно после слов получили приказание поставить точку и потом начать начинать читать если придет к вам колосяне примите его с честью. Интересно, у Варнавы племянник Марк евангелист, а у Павла племянник имени неизвестно, но подслушал разговор, пришел и сказал, что его готовится 40 киллеров убить. Значит, племянники большую могут выполнять миссию, помогая дядям своим. Колоссянам 4.11 Также Иисус прозываемый Иустом оба из обрезанных, а они единственные сотрудники для Царствия Божия. Бывшим не отрадую толкование. Может быть, это был Коринфянин, высказав приличное каждому в отдельности одобрение, теперь апостол воздает общую похвалу, ибо тогда великим казалось делом быть из иудеев, но чтобы слушатели не пали духом, так как он напомнил им о плене, то он наконец одобряет их, говоря, сотрудники для Царствия Божия. Таким образом, сделавшись участниками плена, они будут соучастниками и Царства. Святой же Иоанн понимал это место так, что Павел порицает иудеев, говоря, оба из обрезанных, они единственные, то есть сущих от обрезания немного, большая же часть верных из язычников. Апостол показывает, что находится в великих искушениях и что те великие были люди, коль скоро служили Павлу утешением. И заметь, как тот, кто утешает узника, объявляется вместе с ним участником в Царстве. Поэтому преследуемых за Христа людей должно всячески беречь. Все. Больше не сусловно.